Снуд мы будем вязать в комплект к уже готовой шапочке. То есть будем использовать ровно этот же узор и стиль оформления. Поэтому все, что мне нужно, это определиться с размером ширины снуда. Замеряем желаемую ширину. У меня это где-то 36 см. Он не должен быть очень свободным, но при этом он не должен быть таким тугим, чтобы его было тяжело надевать. 36 см. Ширина у нас будет зависеть от размера узора. Узор уже зафиксирован, поэтому мне нужна только длина полотна. 36 см. В программе мы видим, что мне нужно набрать 87 петель. 44 и 43, соответственно, слева и справа. И пока мы не дошли до оформления узора, выполняем подгиб и рульки. Выполнили набор на брусовую нить. Провязали ряд катушки для хороших открытых петель и выполняем подгиб основным пряжем. 12 рядов. То есть подгиб будет выполнен на 6 рядах. Формируем подгиб. И провязываю 3 ряда. Отключаю счетчик. Беру белый цвет и формирую рульки. Для провязывания руля подостаточно 5 рядов. Возвращаем калитку обратно. Вставляем основной цвет в нить водитель, чтобы не потерять нить. И рулик. Вперед иголки. И надеваем белые протяжки на иглы. Гребенку при этом можно не снимать. Она не мешает. Возвращаем 3 ряда основным цветом. И еще один ролик. Два ряда. И подключаем машинку для вязания электронного узора. Устанавливаем датчики. 44-43. В соответствии с указаниями программы. Подключаем электронику. Вставляем все штыри, которые нужно. Подключаем. Устанавливаем узор на F. В соответствии с тем, что мне показывает экран настройка каретки. Каретка должна находиться с правой стороны. Это важно. Поставили цвет 1-2 нити водитель. И проверяем узор. Если все в порядке, можно начинать вязание. Старт. Можно начинать вязание. Приступаем. ПОСЛИНСКОМЕЦАНИЕ. ПОСЛИНСКОМЕЦАНИЕ. Провязали, узор готов, переходим К второй части оформления снуда То есть выполняем ровно то, что мы делали в самом начале Провязываем 3 ряда кулиркой, 2 рулика и обратный подгиб Примерным рулик, 3 ряда цвета, еще один рулик, 2 ряда до следующего подгиба и подгиб Провязали, не остался обратный подгиб Беру метку, то есть это маленький кусочек пряжи контрастный к основному цвету И подвязываю в любом месте, с краешку Это метка, благодаря которой я не потеряю ряд Которую буду надевать на иглы машины после провязывания обратного подгиба Я помню, что у меня 12 рядов, поэтому сейчас провязываю 12 рядов и буду формировать подгиб Рязание закончено Метка Это обозначенный ряд Поэтому я совершенно спокойно могу этот ряд надевать на игломашину Каждый раз вытягивая петлю, вы видите, петельку из предыдущей петли Поэтому если вы все будете делать правильно, вы не нарушите узор и не потеряете ряд Благодаря метке Ничего не нарушается, ряд идет ровно, поэтому можно целиком надевать его на иголке И после того, как мы закончили весь ряд, можно убрать и закрывать Старясь выполнять эти петли одного размера, они не должны быть затянуты И получаем обратный подгиб Закрываете полностью ряд Снут готов Зашили шов Убрали все хвостики Можно носить Снут Снут Продолжение следует...